приветствую всех кто зашел на мой канал товар из китая меня зовут вячеслав и у нас сегодня будет первое знакомство с этой новинкой от фирмы infinix infinix но 12 20 23 и хотя сейчас двадцать второй год но этот смартфон выпущен как бы на будущее на 2023 год 8128 здесь по памяти ну 8 и еще плюс 5 можно расширить оперативную память новый процессор helio g99 amoled экран и по соотношению цена качество это наверное самый лучший аппарат в этой ценовой категории сейчас на момент съемки видео этот смартфон можно заказать на алиэкспресс за 192 доллара если вы знаете дешевле смартфон с такими характеристиками то напишите пожалуйста в комментариях а мы приступаем к распаковке этого аппарата первый раз открываю эту коробку так вот у нас смартфон основные особенности этого аппарата темно-серый цвет да на сайте есть голубой белый и темно-серый хорошо смартфон пока отложим что здесь у нас еще пришло у нас юзер мануал феникс иголка для извлечения сим лотка так это отложим силиконовый чехол сразу смотрим да такой плотный с хорошего силикона ну и такое огромное у нас окно с бортиками для защиты камеры хорошо мощный мощный зарядный блок брендированный инфиникс так у нас здесь 33 ватта максимальная мощность и качественный usb тайп си кабель с такими оранжевыми вставками вот и вся комплектация переходим к самому смартфону здесь на транспортировочной пленке написаны основные особенности этого аппарата новый процессор helio g99 6.7 диагональ full hd amoled дисплея до 13 гигабайт озу и 13 ватт быстрая зарядка аккумулятор 5000 миллиампер часов ну что давайте его извлечем из этой пленки так вот такой красивый смартфон как вам друзья такая сборка так отклеим ну смартфон выполнен из пластика такая матовая крышка а здесь глянцевая крышка которая хорошо так собирает отпечатки пальцев сильно выступающий блок камер но для этого нам и дан силиконовый чехол надеюсь он будет закрывать этот блок камер основная камера у нас на 50 мегапикселей вспомогательная двухмегапиксельная модуль глубины камера ну и вспышка так с правой стороны у нас кнопка включения он же сканер отпечатка пальцев качель громкости сверху у нас верхняя грань чистая с левой стороны у нас есть слот давайте его сразу откроем и посмотрим да здесь две наносим карты помещается и карта памяти для расширения памяти такой гибридный слот также красная резиновая прокладка от защиты от брызг хорошо с нижнего торца у нас три с половиной миллиметра аудиоразъем микрофон под порт type-c и перфорация под внешний мультимедийный динамик смартфон тоненький семь целых восемь десятых миллиметра толщина и вес сто девяносто пять грамм ну в руке не ощущается лопатой я вам скажу сверху расположилась камера в виде капельки и слуховой динамик делаем первое включение смартфон провибрировал и пошла загрузка до смартфон загружается видно что здесь мульки язычная прошивка глобальная сейчас я сделаю первую настройку и затем мы приступим к первому знакомству обратите пожалуйста внимание на толщину рамок они здесь небольшие вот такой каплевидный вырез как можете видеть смартфон работает на фирменной оболочке xos 10.6 на основе 12 андроида ну вот заканчивается уже наша настройка вот такой красивый рабочий стол нас встречает еще здесь заканчивается догружаться разные приложения так шторка задач смотрите здесь какая шторка задач интересная кнопки навигации ну вот xos вот вам такая оболочка google сервисы все на борту ну давайте мы зайдем сразу в настройки так здесь все корректно переведено на русский язык как можете видеть экран и яркость яркость адаптивная регулировка уберем давайте мы яркость настроим вручную где она здесь у нас настраивается а вот яркость отлично так надо срочно поменять на жесты системная навигация давайте выберем навигацию жестами хорошо я привык к жестам поэтому мне жестами работать намного удобнее тема обои давайте посмотрим выбор обоев ухты смотрите какие яркие сочные обои нравится вам такие мне нравится применить на главном экране хорошо так звук и вибрация давайте послушаем что здесь у нас со звуком так звук и вибрация так послушаем мелодии я добавлю громкость звук честно говоря не очень ну да со звуком честно говоря не очень друзья звук так себе так память память у нас 12 процентов только занято памяти дальше центр уведомлений управление приложениями давайте зайдем система и посмотрим что у нас здесь о телефоне мой телефон xos infinix note 12 20 23 позиционируется как x676c 12 android helio g99 16 мегапикселей фронталка 50 мегапикселей основная камера 8 128 по памяти 5000 батарея ну неплохо друзья неплохо за 180 190 долларов за такой аппарат так ну что вам еще показать давайте мы зайдем интерфейс камеры так камера сразу посмотрим что она может по видео видео 1080 30 fps 1080 60 fps и 2к 30 fps ничего себе неплохо пленка что это такое в полном обзоре я это все протестирую так давайте сразу формат мы сделаем так портретный режим режим супер найт так ну а есть у нас здесь зум какой-то здесь режим еще видео пленка красота портретный режим смотрите сколько много режимов режим про отлично предлагаю сделать тестовое фото для теста я взял монету 2 лари это обычный кадр и режим 50 мегапикселей ну вот как то так как то так друзья так увеличить ну да неплохо неплохо снимает камера так а сейчас фронтальное фото давайте я сделаю фронтальное фото вот как то так как то так друзья снимает этот аппарат что думаете по поводу инфиникс но 12 2023 напишите в своих комментариях мне будет интересно почитать на этом первое знакомство у меня все с вами павел вячеслав до новых встреч пока